добрый день дорогие мои друзья посмотрите у нас продолжается тема корсетов моё оборудование оставляет желать лучшего приношу свои извинения в очередной раз не знаю что сделать обращалась к вам с просьбой пока нет такого решения но тем не менее работать надо продолжать поэтому будем как-то выходить из положения и так в развитии нашей темы мы с вами в прошлый раз построили и закончили построение вот такого корсетика по тому техническому эскизу который я вам сейчас только напомнила да и у нас получилась вот такая картинка теперь на базе вот этой конструкции я бы хотела вам рассказать о том как смоделировать нам вот такие чашечки потому что возможность моделирования именно вот таких вот чашечек расширяет наши границы невероятно это и летние сарафаны это и корректирующее белье это одежда для полных какая-то основка для полных для того чтобы потом сверху надеть что-то такое изящное которое бы содержала упаковывала вот эти все части красиво и эффектно так но прежде чем рассказать об этом моделировании буквально несколько слов о технологии посмотрите какие разные линии у нас совмещаются между собой одна вроде бы прямая другая вот такая вот изгибистая линия выпукло-вогнутая поэтому при сметывание этих частей понятно что вы добавите всегда при пуске вот сюда да в зависимости от того как вы будете обрабатывать ко всем этим деталям да вы находите контрольную точку контрольная точка это обязательно линия талии и совмещайте сначала линию талии а потом сметывайте вниз от нее и вверх ну или скалывайте сначала потом сметывайте возможно наверху вот здесь вот здесь и вот в этих местах у вас будут появляться ступенечки то есть не обязательно это будет ровная история это не страшно абсолютно потому что в крое вы вот сюда добавите еще какие-то припуски скажем сантиметра на два по страховочку и первое что вы сделаете это вы когда вы заколите сзади с посреднему шву спинки вы будете отрисовывать вот этот верх кстати очень хорошо эту картинку я продемонстрировала на своем сайте galina call тире .ру где мы сделали из бязи с настенькой вот этот самый корсет выполнили его просто проклеили бязь выполнили этот корсетик выкроили его и надели на примерочку эффект настолько нас потряс что я не смогла удержаться и не сфотографировать эту историю и я вам там ее показываю на своих фотографиях на сайте вы можете найти этот беленький корсетик на анастасии и посмотреть как это выглядит то есть настолько и грудь появилась казалось бы маленькая грудь и ригевина там еще никакого нет но насколько это выглядит эффектно насколько это выглядит потрясающе а главное что оформление этих линий не просто какими-то прямыми выбор вот таких наклонных исторического немножко корсетов где я подсмотрела как-то однажды и попыталась принять мне очень понравилось настолько хорошо лежит естественно вот это вот вся картинка на теле на нашем теле поэтому обращаю ваш вас нова туда отсылаю вас на свой сайт galina-call точка ру и посмотрите там как это выглядит на первой примерочке тот корсетик был основой потому что корсетные изделия часто бывают основы в вечернем платье он бывает двухслойные бывает трехслойные трехслойные это когда появляется подкладка двухслойный он бывает тогда когда основная ткань является верхним слоем и подкладочка является нижним это допустим жаккардовые какие-то плотные ткани такие толстенькие да а бывает корсет трехслойный вот как было в случае с нашей насти когда сам корсет выполняется из какой-то основы из бязи проглеенной лучше продублированной чтобы она держала форму а верхняя часть этого корсета закрывается каким-то шифоном шелком драпированным шелком интересным шелком на него уже нашивается накладывается какой-то уже настоящая основная ткань которая определенным образом тоже может драпироваться и выглядеть очень эффектно как на красной дорожке вы видели много таких платьев да уже нижняя часть корсетика и и всегда та что к телу и и принято закрывать конечно же подкладочной тканью для того чтобы все эти регилины которые настрачиваются в припуски многочисленные нас не поранили не задевали чтобы носить это было приятно чисто красиво но про технологию подробнее я могу поговорить еще на отдельном отдельном нашем занятии а сейчас все таки давайте приступим вот к такому вот моделированию и так у нас есть вот такая база как всегда все начинается с базы работать снова буду ручкой чтобы вам было что-то понятно а результат буду обводить фломастером хоть не так красиво будет это получаться и так что мы должны сделать когда мы построили вот такой корсетик да я хочу нарисовать на нем поверх него вот такие чашечки это линия посмотрите вот это линия линия самих чашечек где она у нас она конечно же вот она потому что это линия ну как бы окончание нашего бюстгальтера да вот это окончание грудной железы дальше это линия она проходит скорее всего через центр груди . c тут может быть тоже вот такой же вот вот такая же вытачка может быть конечно может не быть можно ее закрыть можно ее оставить может быть ее оставить если большой размер даже удобно маленький можно ее закрыть будем иметь иметь ввиду значит средняя линия вот это она у нас вот она проходит вот она на спинке это нас не особо интересует спинку трогать не будем так а где верхняя линия начало нашего корсетика было где-то вот здесь значит я хочу сейчас ее вот так вот оформить но здесь два варианта возможно можно сделать просто чашечку а можно сделать вот такой вот маечкой давайте посмотрим оба и так если мы хотим построить просто бритые просто чашечку чтобы я сделала во первых я бы нарисовала вот этот овал можно еще разочек подойти к зеркалу от точки в это у нас точка в еремная впадинка да вот здесь у нас точка в есть еремная впадинка мы померили бы расстояние до нужного нам места видите вырез какой да и отложили это расстояние от точки в я выбираю ну допустим немного выше линии груди выбрала эту точку так затем я хочу оформить линию верха так 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 вот сюда оформила линию верха дальше я хочу нарисовать смотрите вот эту линию вот эту линию хочу нарисовать вот эту линию хочу нарисовать давайте мы серединочку здесь увидим это серединка нашего корсетика посмотрите между ними есть расстояние между чашечками ну какое мы выберем расстояние пусть это у нас будет скажем два сантиметра ну или три много два сантиметра значит один сантиметрик мне нужно от этого центра вот сюда отложить я откладываю вот он один сантиметр отложила этот сантиметр да я должна нарисовать какую-то красивую линию и коснуться дальше ну я буду рисовать например вот так сначала вниз вот так вот скажем как-то чтоб вам было видно нарисовала затем где заканчиваться будет моя чашечка ну понятно что на этом месте она будет продолжаться вот так да а где она будет заканчиваться конечно на уровне мерки шега 2 там где у нас работает мерочка шега 2 а это у нас линия вот она помните точка была вот так вот у нас работает мерка шега 2 там у нас обычно заканчивается наша грудь грудка наша грудная железа поэтому поэтому что я сделаю я дальше просто вот так вот ее произвольно продолжу например например красиво уйду вот так как всегда когда я моделирую я не обращаю внимание пока но вот эти свои вытачки смотрите поверх я нарисовала свою чашечку и оформляем вот так уже этот верх что у нас тут оказалось у нас тут оказалось наша вытачка здесь у нас тоже оказалась наша вытачка и еще вот этот кусочек вытачки куда-то у нас оказался до куда я его сдвину я его наверное сдвину вот сюда чтобы его учесть я его сдвину сюда пока может быть о нем вообще забуду не знаю что получится посмотрим и так нарисовали мы вот такую вот историю после этого а где нижняя линия у нас будет нижняя линия а нижняя линия у нас дальше пойдут вот такие вот продолжение рельефа останется у нас как есть это серединка у меня эти рельефы нарисованы там были ближе по центру не совпали они ну и ладно ну и ладно своя рука владыка я нарисую вот такую например ага а они у меня еще и развернуты в другую сторону видите как я поспешила а я сейчас попыталась нарисовать вот такую вот линию вот так и вот так я попыталась нарисовать вот такую линию вот так и вот так вот так то есть мои рельефчики как бы пока сохраняет вот такую форму ну может быть можно и так оставить давайте пока оставим версию вот с такими рельефчиками ведь я это делаю впервые поэтому тоже прошу прощения немножечко сбиваюсь ну сейчас сейчас выйдем из положения вот этот рельеф он попал у нас в чашечку пусть он у нас тоже сохранится таким же пока как и был его развернуть эти рельефчики тоже всегда возможно мы его нарисуем и ставим таким какой он есть давайте вернемся к нашим рельефчикам попозже в конце концов не так уж важно какого они у нас направления к центру или вот так как у меня нарисовано здесь я то хотела задачу более важную сейчас решить разобраться вот с этими чашечками вам помочь поэтому вот так поэтому давайте на них и сосредоточимся и так мы нарисовали поверх нашей конструкции вот эти все наши фасонные линии теперь мы берем кальку и обводим все что здесь мы нарисовали пыточка вот это контрольная точка это у нас линия груди это нижняя сторона чашечки это верхняя сторона чашечки и ограничение справа то есть там где у нас мерочка ШГ2 кстати говоря когда вы измерять будете мерочку ШГ2 обязательно обратите внимание на то что вам нельзя сантиметровую ленточку отодвигать в сторону бокового шва надо обязательно точно найти вот эту точку где заканчивается наш грудной шарик там вы должны поставить точку там должна жить мерочка ШГ2 для того чтобы начало проймы как бы из верхнего уголочка подмышечной впадины мысленно опускается вниз вот такой вот перпендикуляр вертикальная линия и уже от него измеряется вот эта мерка это очень важно так теперь мы вырезаем то что у нас получилось нужно еще рисовать конечно контрольные точки мы к ним обязательно вернемся с этим контрольным точкам все это мы сделаем пока делайте вот так ну вот смотрите я вырезала я вырезала вот пожалуйста что у нас получилось теперь я хочу нарисовать вот эту фасонную линию вот эту чашечку ну мы договорились что она проходит через центр груди вы можете тоже ее нарисовать и в таком виде и в таком виде и вот так вы можете ее нарисовать неважно я хочу чтобы она у меня проходила через центр груди поэтому я беру вот он у меня уже центр груди нарисованный разрезаю с этой стороны и разрезаю с этой стороны разрезала до конца верхняя часть и нижняя часть нижней части у меня вытачку я ее закрываю 1 талиевая вытачка здесь вот так у меня получилось вот такая картинка верхней части у меня вытачка нагрудная и как вы видите стороны вытачки нагрудной здесь не одинаковые я говорила о том что это все дорабатывается уже во время примерочки и пусть они будут не одинаковые лишь бы глубина у них совпало посмотрите как у меня получилось вот так вот у меня получилось было так я закрыла получилось так получилось у меня вот так они у меня открылись давайте вот тут посмотрим если вам так видно 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 они у меня открылись закрылись наверху и открылись вот здесь вот по бокам справа и слева а верхнюю линию я просто могу обвести вот сейчас я возьму и обведу результат обводим сначала нижнюю сторону как есть так контрольная точка допустим здесь и здесь а затем обводим верхнюю сторону тоже так как он как мы ее получили вот так мы ее и обводим большими лекалами конечно работать легче затем видите вот эта ступенечка от этой вытачки да я ее возьму и аккуратненько вот так вот сглажу у меня получится вот так дальше вот так затем затем вот так и внимание я хочу усилить этот эффект я хочу чтобы моя вытачка была нагрудно еще побольше и выразительнее поэтому я беру и добавляю ну пол сантиметра может быть может быть 07 вот так видите как чуть-чуть я добавила в точке c лишнего объема но то же время слежу чтобы вот это было вот так вот мягонько и красиво и то же самое вот она у меня была точка c я тоже добавляю немножко лишнего объема для нижней своей детальки и делаю эти переходы плавными не рублеными какими-то а вот видите какими гладкими красивыми именно такими какие являются наши грудные железы по-настоящему так ну уже извините поверну вот так вот такие две детальки у меня получились соответствующие например вот этой вот истории вот так и вот так но сюда дальше у нас пойдет бретелька просто-напросто так и нам надо разобраться видите кусочек вот такой вот у нас пропал я бы что сделала с нижней частью я бы как бы подвинула ее немножко сюда то есть вверху я сейчас положу вот это что у нас здесь получилось нет не хочу путать это все не хочу все путать хочу показать нижнюю часть нижнюю часть то что у нас осталось вот вот этих кружочков смотрите вот так вот так дальше вот так и вот а вот этот рельефчик я хочу сдвинуть немножко в бок посмотрите как я это сделаю потому что мне хочется вот этот фрагмент вот этот кусочек вытачки учесть я сделаю вот так и все 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 сдвину на вот эту вот величину так и вот сюда подрисую уже к этой линии то есть я несущую сторону передвину вот вот таким образом и уже вот к этой несущей стороне я подрисую боковую часть своей вот этой вот талиевой вытачки два сантиметра потом раствор я просто скопирую сюда дальше два сантиметра два сантиметра и пошли на уменьшение вот так вот так вот так значит боковая часть будет выглядеть у меня вытачка то есть вот эту самую вытачку талиевую вторую я рисуя сейчас справа так затем сместила вот направляем Вот так я выкрутилась из положения. Значит, та левая выточка вот здесь, одна, и вторая вот здесь. Вот так получилось у нас. Вот и все. Теперь надо вот эти детальки выкроить из, я их усилила и увеличила. Я их сейчас нарисую вот так, вот так, чтобы вам было видно. Ну и кладечку перенесем, очень тяжело работать ручкой, конечно, контрольные точки. Это верхняя деталь. И хочу приклеить их. Вот так. Двадцать две минуты. Как много. Так, ну что ж, друзья, извините, надо заканчивать. Двадцать две минуты я увлеклась и потеряла счет времени. Итак, посмотрите, что у нас получилось. До следующих встреч, мои дорогие.